Да, наконец-то, помимо анонсов о альбоме, Платина начал потихоньку подогревать аудиторию к будущему релизу, который, я уверен, является одним из самых ожидаемых альбомов этого года. Как вы поняли, скоро выйдет клип на песню Диана, ну а также в сети появился еще и новый сниппет Роберта, который, скорее всего, является синглом из предстоящей пластинки. Ну а еще, судя по всему, Элжей и Федук окончательно помирились, ведь, во-первых, Федя начал постить у себя строчки из песен Лехи в твиттере, а затем вообще выставил вот такую вот фотографию, где оба артиста находятся на студии. Кстати, хотели бы вы услышать третью часть песни «Розовое вино», дайте знать об этом в комментариях. Но помимо хороших новостей, есть еще и плохие, хотя для кого как. Дело в том, что на этой неделе рок-группа Джизус объявила о распаде. Об этом сообщил Влад в своем инстаграме, а также записал видеообращение, в котором сообщил, что теперь он, наоборот, чувствует свободу и готов делать очень много разной музыки. Хочу еще раз объяснить для тех, кто не понял. История с группой закончена. Я продолжаю свой путь, но уже один. Вот и все. А еще из его контекста стало понятно, что теперь будет выходить не только рок, но и другая музыка, чего лично я очень долго ждал. И, кстати, это еще доказывает новый сниппет исполнителя. На официальном канале Окси Мирона появился новый клип на недавней стихии о неизвестном солдате. И кто-то это событие может назвать камбэком Мирона, так как он не постил на ютюбе ничего уже больше года. Но лично я с этим не согласен. Да, клип классный, там интересный сценарий, все круто снято, но самого Окси, увы, там нет. Поэтому и камбэка, грубо говоря, не произошло. Ну и давайте пройдемся еще по другим интересным анонсам. Скоро, как мы помним, выйдет еще один посмертный альбом Джус Волда. И недавно команда исполнителя заявила о том, что нас будет ждать пластинка, состоящая из трех частей, где еще будет очень много фитов, в том числе и с Трэвисом Скоттом. Кстати, насчет Трэвиса. Недавно его менеджер также официально заявил о том, что новый альбом почти готов и он в разы превзойдет Астра Волд. И даже более, данная пластинка, по мнению команды исполнителя, выведет его на новый уровень. Я очень сильно надеюсь на это и безумно жду данный альбом. Ведь, скорее всего, он также удивит нас и задаст новую планку всей индустрии, как это было и с предыдущим. Ну а на этом по интересным новостям у меня все. Поэтому давайте уже перейдем к обзору новинок. Ведь эта неделя была реально очень-очень насыщенной. Но перед тем, как начать, я хотел бы вам показать необычный и интересный альбом трил-звучания такого исполнителя, как Йом. Да, данный артист известен как успешный организатор концертов таких рэперов, как Многознал, Олджи Будда, Майот и так далее. Из-за того, что вся его жизнь связана с музыкой, он решил себя также попробовать в данном направлении. И выпустил первый альбом, с которым я вам советую обязательно ознакомиться. А также ссылку на него я оставлю в описании. На башню Газпрома, как на средний палец, надетое небо и все, что сверху в салоне фантомы отражают глядь. Моя шляпа хочет ветра к тебе. Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты? Моя шляпа больше метра. Большая диаметит. Ну и открывает эту неделю у нас молодой Платон и его долгожданный первый прям лонгплей под названием Сын Трэпа. Пластинка включила в себя 17 треков, ну а на фитах вы там найдете Биг Бэйби Тейпа, Блага Вайта, Лимбу, Гуди и еще Ализейд. Кстати, кто помнит, этим альбомом Платон хотел выгнать мамонтов из индустрии и показать, как на самом деле нужно делать трэп. Получилось у него это или нет, я не знаю, но как по мне, альбом немного слабоват. Например, трек «Вода» для меня был куда более сильнее, чем все эти 17 композиций. Но это дело вкуса. Поэтому я буду ожидать ваши комментарии на счет данной пластинки и с удовольствием их почитаю. Буквально скоро еще выйдет долгожданная пластинка ответа. Ну а в эту пятницу он уже вторую неделю подряд подогревает нас к будущему альбому с помощью синглов. И на этот раз артист дропнул фит с гон Фладом под названием «Тринити». Кстати, не только ответ, но еще и Крид выпускает уже вторую неделю подряд синглы из своего будущего альбома. И на этот раз новая композиция получила название «Телефон». И если ранее он показывал себя в Детройте, затем в Дриле, то сейчас по звучанию это дефолтный трек Крида с лиричным попсовым припевом. Ну и один из немногих исполнителей, чей трек все-таки я добавил к себе в плейлист на этой неделе, это Джизус. Его новая композиция под названием «Я там, где ты». Да, это опять-таки рок звучание, но трек реально очень кайфовый. Я не знаю, в чем магия данного артиста, но почти любая его новая композиция меня всегда удивляет и залетает в плейлист. Поэтому однозначно рекомендую вам чекнуть полностью данную новинку. Ну а вот всем любителям мрачной музыки однозначно стоит ознакомиться с новинкой от Villial Squad'а под названием «Голем». Кстати, данный трек является синглом из их будущего альбома, который скорее всего выйдет очень скоро. Ну а в этом треке они решили ответить всем своим хейтерам. А вот настоящую космическую атмосферу на этой неделе вам подарит White Punk со своим новым треком под названием «Я все еще здесь». И по традиции данного ролика это опять-таки сингл из будущего альбома исполнителя под названием «Сириус». Походу, ребята, скоро будет прям сезон альбомов, если вообще они все не выйдут в один день, как это обычно бывает. Ну реально, у всех на этой неделе выходят синглы из их будущих пластинок. Правда, платины не хватает. Если вы являетесь фанатом Лил Пипа, то по-любому знаете его два замка. Да, это две части совместного релиза с его другом Лил Трейси, которые ранее были залиты только на саундклауд. Но на этой неделе команда Густаво залила эти легендарные мини-альбомы на все площадки, а также потянула им немного качества звучания. Поэтому теперь ваши любимые песни Лил Пипа. Лил Трейси есть абсолютно везде и это действительно годная новость. Так как я, например, обожаю Трэквич Блейдс и мне реально было неудобно его искать на саунде или качать телеги и так далее. Ну и кстати, раз мы вспомнили гениев, то стоит еще упомянуть новый трек Масла Черного Тмина. Хотя, если честно, он вызывает у меня в голове полный диссонанс. Ведь Масла умеет делать круто, он умеет делать хиты, но все равно продолжает свои эксперименты и выдает треки в странном звучании, которые вряд ли ты включишь на постоянку. Кстати, насчет экспериментов. Есть такой исполнитель из Томска, как Сильвер. И недавно я увидел его новый клип под названием «Сонный паралич», который чем-то мне напоминает именно старое творчество МЧТ. Не в плане исполнения, а в плане самобытности и гадноты. Это круто звучит, это уникально выглядит и это очень необычная музыка. Поэтому обязательно всем советую ознакомиться с данным клипом. Да, я хотел назад, но похуй ты звонишь мне, да ввези на запад. Похуй я просто охладил, кидаю токи на подпись. И за баблом на высотке, каждое утро без боли, курил парламент. Участник РНБ-клуба Magnum Opus и представитель Melon Music в Майо дропнули на этой неделе новый трек под названием «Новенький», в котором они просят легенд подвинуться и уступить им места в индустрии. В целом трек классный, мне понравился, особенно порадовало обилие колких панчей и необычный флоу. Обязательно советую вам чекнуть данную композицию. А также Матранг недавно захватил тикток своим сниппетом новой композиции под названием «Патриархат», которая наконец-то появилась на площадках в эту пятницу. Я думаю, все, кто сидят в тиктоке, по-любому знают эту песню. Ну а кто впервые про нее услышал, тому советую обязательно с ней ознакомиться. Ну и конечно казахи, как всегда, также обрадовали нас на этой неделе. И в этот раз годной новинкой отметились Кэптаун, который дропнули очередной бенгер под названием «Ла Лига». Ну а вот Клоукома после совместного альбома с Кейкбоем наконец-то в этом году представила первую сольную композицию под названием «Люди в черном», которая, кстати, как по мне, звучит куда более интереснее, чем предыдущий альбом с Кейком. Ну а главным западным релизом этой недели стал новый альбом рэпера с Чикаго Джи Херба под названием «25», который включил в себя 19 новых треков. Ну а на фитах мы там найдем таких звезд, как 21 Savage и Гана, а также много других интересных исполнителей. А вот Скарлорд без остановки каждую пятницу постоянно на нас орал в своих новых треках, но это неделя исключения, ведь в этот раз он будет орать на нас не один. Я вот не понимаю, почему дизайнер тянет с альбомом, ведь он уже без лейбла, никто ему ничего не запрещает вроде как, но все равно от него выходят пока только синглы, и то с каким-то стремным качеством, что в принципе и случилось на этой неделе. Ну и напоследок я хочу вам показать прекрасную визуализацию на трек Корса из недавней пластинки Тайлера. Кстати, кто не знал, на данную композицию должен был залететь о сапроке, но увы он долго игнорил Тайлера, хотя изначально согласился на данный фит. Ну и на этом у меня все, хочу вам напомнить, что все треки одним плейлистом вы найдете в нашей группе ВК, а также в описании под видео. И еще хочу попросить вас оформить подписку на канал, ведь это очень сильно мотивирует делать еще больше видосов, поэтому сделайте красную кнопку серой, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.